Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться госэкономика-экономика. Полночь одна. 27 ноября 2019 года сыграли в черную Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться. Фото. Джо Редл, Getty Images. Нефть играет важнейшую роль не только в российской экономике. На ней зарабатывают в Скандинавии, на Аравийском полуострове и даже в Америке. Одним, как Норвегия, она помогает выбиться в люди, других, как Венесуэлу, не спасает от полного краха. За последние десятилетия мир привык ориентироваться на двоэталонных сорта, европейский Brent и американский WTI. Они определяют цены на глобальном рынке, их названия постоянно мелькают в котировках. Но теперь их гегемонии может прийти конец, а Будаби главный нефтяной эмират ОА запускает полноценную торговлю собственным сортом. Мабин. И обещает, что это всерьез и надолго. Арабская гроза авторитетов в материале ленты.ру. Их борьба. Цены на нефть наряду с курсами валют давно стали одним из главных экономических показателей. За ними следят даже далекие от экономики и топливного рынка люди. И это объяснимо. Нефтегазовые доходы, экспортные пошлины на нефть, газ и нефтепродукты, а также налог на добычу полезных ископаемых, в прошлом году составили 46% всех поступлений в российский бюджет. В некоторых странах их доля еще выше. К примеру, в Саудовской Аравии она переваливает за 90%. Котировальный зал биржи. Но так было не всегда. Еще 50 лет назад о существовании гигантского месторождения в Северном море никто не знал, а единственным эталонным сортом считался американский. С 1983 года торгуемый на Нью-Йоркской товарной бирже. И считался абсолютно заслуженно, ведь США начали развивать нефтяную промышленность еще в веке. К 1910 году в одной только Калифорнии добывалось 22% всех мировых запасов. Несмотря на это Вашингтон довольно сильно зависел от зарубежных поставок. Из-за недостаточно развитой системы трубопроводов, которые связывали добывающие районы далеко не со всеми штатами, выгоднее было отправлять собственное сырье на экспорт, а взамен покупать чужое. В 1973 году уязвимостью воспользовались политические противники США арабские страны, поддержавшие Сирию и Египет в войне Сюдного дня против Израиля. Возмущенные тем, что общий противник получает помощь от Белого дома, они отказались продавать нефть Америке и ее западным союзникам, спровоцировав сильнейший энергетический кризис и скачок цен. Многие американцы, привыкшие передвигаться на автомобилях, вынуждены были экономить на бензине и пересесть на общественный транспорт. Через два года правительство объявило о создании национального стратегического резерва, а заодно запретило экспорт, исключение делалось для соседних Мексики и Канады. Немецкие автомобилисты запасаются бензином во время глобального топливного кризиса. 1973 год. Фото. AP. В начале 2010-х годов ситуация неожиданно для многих перевернулась. Баррель. Бренд. Стал дороже. WTI. На это было сразу несколько причин. К примеру, североморская нефть чаще используется спекулянтами для заработка на разнице в цене. В этом случае речь идет не о поставочных, а о расчетных фьючерсах, и топливо физически не передается от продавца к покупателю. Чем больше таких операций, а в случае AIS Brand, их количество в разы превышает число успешных поставок, тем сильнее скачут котировки. Фьючерсы. Контракты на покупку или продажу товара в будущем, делятся на поставочные и расчетные. В первом случае через определенный заранее промежуток времени, в момент экспирации, товар поставляется от продавца покупателю. При этом со счета последнего в течение всего срока, предшествующего исполнению контракта, списывается, или начисляется, специальная плата, вариационная маржа, в зависимости от того, в какую сторону движется текущая цена актива. В результате сама сделка осуществляется по текущей на данный момент цене. В случае с расчетными фьючерсами поставки не происходит, между участниками сделки проводятся взаиморасчеты, и средства со счета неугадавшего, продавца или покупателя, переводятся на счет второй стороны. К тому же в конце 2015 года Конгресс США отменил многолетний запрет на экспорт, и американская нефть начала свободно поступать в другие страны, в том числе и отдаленные. Теперь уже WTI оказался в положении, когда для привлечения трейдеров необходимо предоставлять скидки, с учетом затрат на перевозку конечные цены для покупателя будут сопоставимы со стоимостью. Brent. На конец ноября разница между двумя главными сортами, ее принято называть спридом, составляет 5,6 доллара за баррель, 63,3 против 57,7 доллара в пользу. Brent. Второй фронт в мире существуют и другие сорта нефти. По одному приходится на каждого из 14 членов организации стран-экспортеров, ОПЕК, за исключением экваториальной Гвинеи и Габона. Но большинство из них при всем желании не может претендовать на статус всеобщего эталона, бенчмарка. Одно только название иранского сорта. Iran Heavy. Указывает на недопустимо высокую плотность. Такое топливо называется тяжелым и ценится ниже легкого. То же самое можно сказать о венесуэльской марке. Mary. Долгие годы страна с крупнейшими в мире запасами вынуждена была разбавлять собственную нефть покупной, чтобы снизить ее плотность. Тяжелым считается и российский экспортный сорт. Urals. Получаемый смешением высокосернистой нефти по Волчьей и Урала с легкой западносибирской. Siberian Light. Заседание по поводу продления сделки ОПЕК+, Вена. 2 июля 2019 года фото. Lysainizna Reuters. Дубайскому сорту Dubai Crude. Также известному как Fete. В переводе с арабского завоеватель, в 1980-х удалось стать лишь региональным бенчмарком для стран Персидского залива. Устанавливая цены на свое топливо, экспортируемое в основном в Азию по долгосрочным договорам, они ориентируются на котировки дубайской биржи. DME. Единственное в регионе. Особняком стоит сланцевая нефть, бум которой случился в начале 2010-х. Наибольшие разведанные запасы находятся в США, и качество ее отвечает достаточно высоким стандартам. Однако добыча становится целесообразной только при высоких мировых ценах. Как минимум выше 48 долларов за баррель, в остальное время буровые установки замораживаются, а значит, служить примером для остальных такое сырье не может. Просят потесниться. Теперь по тому же пути пошли власти другого Эмирата в составе ОАЭ Абу-Даби. В середине ноября они объявили о сотрудничестве С. Айс. Через открытие местного филиала биржи. На нем будут обращаться фьючерсы на нефть марки. Мабин. Добываемый в Эмирате государственной компанией. Аднок. Ожидается, что участвовать в торгах будут как минимум 9 крупнейших мировых трейдеров, среди которых британская. BP. Британско-нидерландская. Shell. Швейцарско-нидерландская. Vittal. Французская. Total. И китайская. PetroChina. Логотип компании. Аднок. Фото. Toru Hanai. Reuters. Сорт. Mubbin. Должен стать новым бенчмарком и на равных конкурировать с Brent. И WTI. А в будущем, возможно, и вовсе потеснить их. Появление новых фьючерсов в любом случае станет благом для покупателей. Они будут наверняка знать, за что платят. К тому же они получат дополнительную возможность перестраховаться на случай неблагоприятного изменения цены, говорит нефтяной аналитик Стивен Бреннок. Его оптимизм разделяют чиновники и бизнесмены. Государственный министр ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабер уверен, что его стране под силу стать полноценным нефтегазовым хабом, торговым и логистическим пунктом, для игроков со всего мира, что позволит легко искать новых покупателей. Открытие новой площадки принесет выгоду не только ОАЭ, но и участникам рынка со всего мира и спекулянтам, и тем, кому действительно нужна наша нефть. Она заслуженно добилась признания благодаря своему качеству и надежности при поставках, говорил он, объявляя о сотрудничестве с Айс. На бирже тоже не видит препятствий к тому, чтобы Мабин стал новым мировым эталоном. Умереть пыл торги должны начаться только в первой половине 2020 года, но руководство. Однако, уже вошло во вкус и объявило о планах расширить добычу с нынешних 3 до 4 миллионов баррелей в сутки, что позволит объединенным Арабским Эмиратам бороться за лидерство среди членов ОПЕК с Саудовской Аравией и Ираком, сейчас страна занимает третье место в организации. Правда, неясно, как это будет сочетаться с обязательствами по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, цель которой не дать опуститься мировым ценам на нефть. На фоне саботажа России и Ирака, которые пока не спешат выполнять договоренности и снижать темпы, повышенная нагрузка ложится как раз на арабские страны. Отдельного внимания заслуживает качество нефти, отличающиеся от сорта к сорту. Несмотря на заверения чиновников и топ-менеджеров, у Мабин оно все же уступает лучшим мировым аналогам. Так, ее плотность равняется 40,2 градуса. АПИ – специальный показатель, измеряющий плотность нефти относительно воды, чем выше результат, тем легче нефть, что даже лучше. БРЕНТ – 38,3 градуса и ВТИ – 39,6 градуса. Но вот по второму показателю содержанию серы дело хуже – 0,79% от общей массы против 0,37% у БРЕНТ и 0,24% у ВТИ. Будут ли новые покупатели не из стран Азии готовы переключиться на топливо из Абу-Даби? Пока остается вопросом. Нефтяная вышка рядом с норвежским Хаммерфестом. 2019 год. Фото. Джанни Сипплер. Грин Пис. Ройтерс. Многое зависит и от правил торгов, которые еще не объявляли, размеры гарантийного обеспечения на счет утрейдера, величины лота, минимального объема товара, который можно купить, требований к участникам. После начала торговли поставочными фьючерсами на российскую нефть «Ерлз» на СПБ МТСБ в 2016 году выяснилось, что многие трейдеры просто не способны выполнять все нормативы. Некоторым не хватало денег на то, чтобы купить минимальный лот в 100 тысяч тонн. В результате долгое время единственными участниками оставались маркетмейкеры, крупные банки и инвест-компании. По договоренности с биржей выставляющая заявки с определенной ценой для повышения интенсивности сделок. Тем не менее у «Мабин» есть все шансы стать новым мировым эталоном в торговле нефтью таким же, как нынешние признанные ориентиры. В начале 1970-х годов едва ли кто-то всерьез рассматривал норвежский сорт «Рент», покусившийся на многолетнюю гегемонию американского «ВТИ». Появление нового сильного игрока в любом случае повысит конкуренцию и прозрачность цен, что будет на руку всем. Пример СУАР могут взять и остальные добывающие страны, в том числе Россия, в последние три года наращивающая влияние, благодаря сделке с членами ОПЕК. Если тенденция продолжится, торговля нефтью по-прежнему главным мировым ресурсом изменится до неузнаваемости. Алексей Афонский Субтитры создавал DimaTorzok